Царю Небесный, Утешителю души истины, И же везде сын, И вся исполняяй Сокровище благих, И жизни подателю Принесились обны, И очистены от всяких скверных, И спаси блажьи души наши. Многомилостивый Господи, Творец неба и земли, Все соделавший премудро и прекрасно, Ибо Ты сказал, все хорошо и весьма хорошо. Благодарим Тебя, Господи, что через все этот человек Может узнать о спасении Твоего. Но наипаче, Господи, оставил Ты нам наш, Нас, которых сотворил Ты по образу и подобию своему, С волей живой, которая может принять и Твою волю до конца. Даруй, Господи, нам быть с Твоей волей, Согласовывать все с Твоей волей, Что мы желаем делать. А желаем мы делать добро, Господи, Как Ты и сказал, делать добро непрестанно. Даруй, Господи, нам делать добро. Даруй, Господи, не отвечать злом на зло. Даруй, Господи, не брать в руки оружие, Показывать им незлобие свое другим людям. Ибо ничего они нам, эти люди, не сделали плохого. И не сделают никогда. Ибо не будет, нету у нас врагов. Благодарим Тебя, Господи, за все сие. И наши сегодняшние занятия, Господи, Даруй нам обратить к спасению своему, Чтобы все нам было понятно и ясно. Открой сердца наши на встречу славы сам Твоим, При мудрости Твоей, Необыкновенной творчеству Твоему. Даруй, Господи, нам быть художниками Своей души. И сотворить там тот дворец, Который, Господи, возрастет ко спасению. В небесном Иерусалиме Твоем. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Дворец духовный, конечно. Итак, у нас продолжение занятий. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 16-21 стихи. Когда же наступал вечер, то ученики его сошли к морю и вошли в лодку. Отправились на другую сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплывши около 25 или 30 стадий, Они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке. И испугались. Но, он сказал им, это я, не бойтесь. Они хотели принять его в лодку, и в тот час лодка пристала к берегу, куда плыли. Толкование. Влаженный феофилакт. Господь удалился на гору 1. Только для того, как мы сказали, чтобы испытать любовь учеников. Будут ли они искать его? Они ждут его до вечера, думая, что он придет. Когда же он не пришел, они не удерживаются, но любовью, побуждаемой искать его, входят в лодку. Ибо евангелист не просто и как бы случайно указал на время, но для того, чтобы показать их сильную любовь в том, что и вечер их не остановил. Попускает им испытать бурю для того, чтобы когда после бури настанет тишина, они более обрадовались случившемуся, и чтобы в сердцах их напечатлелось неизгладимое воспоминание о сем. Когда они находились в опасности, он предстает пред ними и словом своим прогоняет страх их, и на море производит тишину, и таким образом творит двоякую тишину, укрощая смущение в душах их и волнение на море. Не вошел в лодку, чтобы совершить большее чудо. Смотри, три чуда. Одно, что он шел по морю, другое, что укоротил волны, третье, что лодка вдруг пристала к тому берегу, куда они плыли, хотя она далеко еще была от того берега. Ну, стадии мы там считали сколько. Когда пристал к ней Господь, исполнилось пророческое слово, «Ходит по морю, как по земле». Иова, 9 глава, 8 стих. Если мы пожелаем принять Христа, Иова, откройте кто-нибудь, 9 глава. У нас есть библейский справочный метод. Иова, 9, 8. Если мы, побольше надо почитать. Если мы пожелаем принять Христа и в лодку нашу, что наша за лодка, как думаете? Душа. Ну, да. Ну, сердце. То есть, поселить Христа в сердце нашем, ну, душу можно тоже назвать, то мы тотчас очутимся на той земле, к которой приплывем. Все будет быстро для нас. Дети очень тяжело. Дети, которые выросли при нас, очень тяжело приходите ко Христу. Уже 20, уже за 20, а плодов не видать. Очень тяжело идете. То есть, лодка ваша все еще за эти 200 стадий от земли. Что же это за земля? Без сомнения, это земля обещанная. Ну, обетованная. Небо. Небо. Земля кротких и умерившихся от всякой злобы. То есть, небо это обетованная земля. В общем-то. Господь, когда привел в землю обетованную, сказал молоко, мед там и так далее. Это он о молоке и меде говорил. Что он будет их хранить. А не то, что там действительно берега медовые и молочные реки. Лежи там, как говорится, медок посасывай и молочко похлебывай на бережку. Причем вниз головой надо тогда лежать как-то. Непонятно. И так вокруг себя раз-раз уже одни камни. А где медок? И такой. Господи, медок кончился. А проползи метр еще, собака. Не могу. Животик тольстый. В молочной реке уже лежит. Вот так вот человек, который зажирел уже. Думает, он духовный такой. Такой здоровенький. Так. Вопросы ваши к этому всему? Или какие-то примеры? Чтобы нам было пояснее все. Так. Кто может описать картину всего? Вот как будто пишем картину. Описываем. Кто может описать картину? Сейчас 30 стадий. 30 стадий берег. Берег, 30 стадий, лодка, Христос. Так. Кто опишет картину? Как это все видится? 30 стадий. Сколько это 30 стадий? 30 стадий. Далеко ли она от берега? Точно сейчас лодка пристала. Мы что удивляться-то должны? Что картину написать сначала? Никто не удивился из вас, я вижу, по глазам. Особенно Иван. У него ноги длинные, он как шагнет эти 30 стадий. А младший брат, он думает о том, на чем можно... Он уже нашел это, да? Какой пропеллер нужно сделать? Нашел? Да, нашел. Что? Сколько? Ио в 9,8. А, давай, читай. Он один распространяет небеса и ходит по высотам моря. Что? Он один распространяет небеса и ходит по высотам моря. А! 8 стих. Нет, нет, давай там 7, ну-ка. И скажет солнцу и не взойдет, и на звезды налагает печать. Ой-ой-ой, ты еще круче. А после этого, 10-й, 9-й или 10-й? Сотворил Ас, Кисель, или Кесель. Кисель. И Хима, и тайники Юга, делай великое, неследимое и чудное, без числа. Вот он пройдет передо мною, и не увижу его, пронесется и не замечу его. Ага. Что такое, Кисель выводит? Кисель это твою. Кисель. Знаешь, что такое Кисель? Ас. Тоже не знаю. Вижу, что Ваня на меня смотрит с надеждой. Да, Ваня, я знаю, что это такое. Я могу вот так на бумаге сейчас написать, о чем он говорит, и сказать вам, ищите эти... Ну, ищите просто в Википедии. И вы там все это найдете. В Википедии все есть. Ну, вам Википедия не для этого дана. Ты наушники слушаешь? Че слушаешь в наушниках? Когда последний раз Библию слушал в наушниках? Никогда. Никогда. Ты слушаешь наушники? Нет, но Библию я слушал. Слушал. Ну, когда это было? Сколько лет назад? Ну, полгода где-то назад. Полгода назад. Ты бананы выше уставляешь, как твоя сестра-любительница, не достучишься до нее? Да. И че вы там вместе с сестрой слушаете? Ты че слушаешь? Когда последний раз Библию слушала? Я слушала радио, слушала Библию. Ну, тоже ли это полгода назад. Полгода назад. А сестра твоя че слушает? Я не знаю. Я не спрашиваю. Поговорите, вы же, Танас, сестра, ты. А спасение души думает? Че давать? Ну, тут я открыл, как сказать, комментарий. Хима – это звездие, соответствующее нынешним названием. Медведица, Орион и Плеяд. Все, отлично. Отлично. Плеяды называется. Не плед. Плеяды. Плеяды называются они. Что такое Плеяды? Это скопление звезд. У меня есть фотография. Да, Плеяды. Кто это такие? Большая медведица – это кто? Ну, это… Гореческий миф. Неплохо уже. Нет, ну давай, Большая медведица с малого начнем. Большая медведица – это как она выглядит, Большая медведица? Ну, как ковш? Ну, как ковша. А на самом деле ее рисуют какой? Называют Большая медведица, а выглядит она как ковш по звездам, а рисуют ее как… Рисунок ее. Какое созвездие этого? Какое рисунок? Большого медведя рисунок. Медведя большого. Идет большой медведь, огромный такой. А дети ее выводят в гантас с детишками своими. Они меньше и ковши. Тоже выглядят как ковши, только маленькие мишки за ней идут. Один вот так, другой там чуть подальше. Идут они, там двое их. Идут. За мамой идут. А плеяды как выглядят? Скопление звезд. Скопление звезд. А что это такое? Ну, семь видимых и там еще… Ну, и понятно. А что это? Миф есть греческий. Как их изображают плеяды? Семь деп. Ого, правильно. И каких девчонки делают? Бегут от Ориона. А Орион как выглядит? Как воин. Воин, правильно. Совершенно верно. И все это, оказывается, надо знать. Я в Ветхий Завет сейчас веду. И одна у нас была тут Рахиль. Такая крестилась из Казахстана. Два часа были занятия. Я объяснял, как Господь сотворил землю. Вначале сотворил Бог небо и землю. Два часа. Это уже вторые два часа, которые я объяснял, как Господь сотворил землю. И уже перешел. Сначала я святых отцов, Василия Великого, Иоанна Златоуста и Ефрема Сирина привел. Что они говорят? Как Господь сотворил небо и землю. А потом занятие было. Я уже пытался рассказать, как это на самом деле происходило. То, что сейчас ученые знают. Не для того, чтобы знания нам познать, а для того, чтобы возрадоваться, как Господь премудр. Что у него все премудро устроено. У него все в простоте, но премудро. И на третьем часу занятий Рахиль не выдержала. И закричала уже. Хватит там эти уравнения тут приводить. Сколько нужно законов для того, чтобы земля жила? Для нас с вами. Сколько Господь привел законов? Какие знаем мы законы? Больше 30 законов физических. Больше 30. Законы термодинамики, гидравлики, газораспределения. Законы инерции. С какой скоростью мы сейчас движемся с вами? Можете рассчитать? Если Земля движется вокруг своей оси со скоростью 465 метров в секунду и летит по орбите, по орбите солнечно, со скоростью 11300 километров в час. Рассчитайте. С какой скоростью мы с вами сейчас движемся? А где это находим? Восемьдесят девятое. Псалом восемьдесят девятый. Дней лет наших. Семьдесят. Да? Ну-ка найди то, о чем я говорю. Восемьдесят девятый? Да. Найди, о чем я говорю. Что мы сейчас с вами делаем? Дней лет наших семьдесят лет. При большей крепости. Восемьдесят. Слово восемьдесят. Лет, лет. Нажми восемьдесят лет. И выйдет тебе. Дней лет наших семьдесят лет. А при большей крепости восемьдесят лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь. Ибо проходит быстро и мы летим. Какое ключевое слово сейчас? Летим Теперь поняли, почему мы летим? Откуда это было известно Давиду? Он еще сказал, престол Престол, Господь ему говорит Престол твой будет тверд, как луна на небесах Чему мы тут удивляемся? Никто не знал, что земля твердая Никто не знал, что земля такая же Что луна такая То есть луна вот такая А когда уже узнали, что это тоже такой же шар Вокруг летает То думали, что там пыли сотни метров Скопилось за все это время Метеориты бьют, а там пыли обнаружили Три сантиметра Три сантиметра, и то не везде Больше нету Ну, и то песок такой Не пыли, а как песчинки Вот так Откуда Давид знал, что луна твердая Ее пытались бурить Она плохо бурится Она состоит Но она не из тех пород, из которых земля состоит То есть это не обломок земли, как думали и так далее У нее свой состав Ну, близкий, конечно, к земному Тоже базальты там То есть магматические породы Ну, осадочных там, естественно, нету Откуда они осадочные взялись Осадочные, это после осадков, каких-то разрушений Ну, это метаморфические, это породы Которые все равно подверглись магматической какой-то обработке Так что, ну, сегодня такой переходный период От осадочных к магматическим Метаморфические породы И все это Господь творил для нас Если бы не было осадочных пород То не закрепилось бы почвенно-растительный слой Не закрепился бы А почвенно-растительный слой образуется после того, как есть растения А что он, а что, как у нас в книге Бытие написано Первое, прочитай, книга Бытие Первая глава, и там, начиная с 15 стиха И да будут они светильниками на тверде небесной Чтобы светить на землю, и стало так И создал Бог два светильника великие Светило большее для управления днем И светило меньшее для управления ночью И звезды А для чего светить, там дальше растения Читай, про растения И поставил их Бог на тверде небесной Чтобы светить на землю Да, да, ну все понятно Солнце и луна, чтобы светили И там дальше растения будут И сказал Бог, да произойдет вода присмыкающихся душу живую Птицы, да полетят на землею По тверде небесной Так, это звери То есть, перелетели даже Нет, тут перед этим Там еще Перелетели стал Да Там написано зелень и траву Сеющие семя Нет Сеющие семя деревьев Все нашел И сказал Бог, да произрастить земля Зелень, траву, сеющую семя Дерево плодовитое Стоп, стоп, давай по запятым По запятым Вот давай, прям говори Траву, зелень, запятая Дальше То есть, получают Не, траву там мы прочитали Допустим А зелень, что такое Зелень Водорожье, наверное Да? Водорожье Неплохо, молодец Ну, это не Не которые Ну, да, да Большие такие Как растения А, ты хотел сказать Типа мхи Или лишайники Как резко Да, вот я Не как резко Я сейчас Я сейчас Зеленую воду Я вам сейчас Скажу, что такое Зелень Зелень Она начинается Со Сто Мотолитов Запомните Это слово Новое Для всех нас Это первые Одноклеточные Чуть ли не Одномолеку Молекульные Органические Существа Ну, или Может не существа Даже Никто не знает Точно Они только В окаменелых Видах Теперь попадаются Сто Мотолиты Они как Сотами Развивались На камнях То есть Камни были Для них Домом И поверх Этих камней Была эта зелень Из нее Произошли Уже Из этих Сто Мотолиты Они явились Толчком Для того Чтобы начали Расти Водоросли Ну, там Еще перед этим Очень сложный Там Очень сложное Название Ну, это Переходный период Между Стоматолитами Вот этими Как пятна Они были Околонии Вот эти Бактерии Этих Обнажались Органических И потом Переходный период Там Они более Сложные Стали Уже Из нескольких Молекул Состоять И так далее И потом Водоросли Водоросли Мхи Лишайники Это все Зелень Называется Травы Не было Трава Будет Опасля Ну, Господь Тут Последователь Берет Прежде чем Трава Началась После Этих Стоматолитов Прошли Еще По-нашему Миллиарды Лет Ну, на самом деле Для Господа Это были Какие-то Часы Того дня Когда Все Растения Образовались И были Они В мелких Водоемах На глубине Не больше 25 метров Причем Непонятно Тогда Вода Она Была Не соленая Ну, были Минералы Какие-то Но она Была Не соленая Вода Соль Она Приобрела Позже Когда Начали Образовываться Моря И так далее Господь Дал ей Соль Непонятно Я так думаю Что открылись Какие-то Просто Месторождения Соли Открылись Ну, то есть Лопнуло Там, где надо Застыло И просто Растворялась В воде Эта соль И все И растворились Эти источники Вот вода Стала соленой Ну, это Мои предположения Конечно Но как-то же Господь Образовывал Все это Как Он Образовывал Магму Все это Образование И свет Нужен Для того Чтобы Вот эти Стоматолиты Начали жить Во тьме Не было бы Ничего Свет И явился Катализатором Жизни Понятно? А как Это непонятно? Потому что Сотворил Написано Сотворил Там вначале Написано Сотворил То есть Жизни не было Он Господь Взял И сотворил И сказал И сказал Сказал даже Ну Когда Господь Когда Господь Сказал То это Возможно Что Он Что Он Это Творил То есть Сделал Господь Из чего-то Из чего-то Ну Мы Не знаем Из чего Потому что Уже много Чего было Уже Начатки Земли Начатки Неба Уже Светило Были Причем Звезды Были Уже Начали Хлопать Ангелы Господь Когда сотворился Звезды То ангелы Рукоплескали Написано Сыны Божьи Значит Уже Были Они Сотворены Сначала Там Перед Этим Шло Сотворение Морей И Суши Да Но не до конца Потому что Там же Еще про Тверть Будет Написано Да Потом Тверть И уже Потом Зелень Да Потом Солнце И Луна Нет Солнце И Луна После нее После травы Нет Солнце И Луна Потом Тверть Сначала Свет Сотворил А да Тверть Да Потом Солнце И Луна Потом Потом Тверть Началась Нет Тверть Потом Солнце И Луна Сначала Свет Потом Тверть Потом Солнце И Луна А потом Уже Зелень И это Все очень Важно И вот Все это Еще Земля Безвидна И пуста Все это Еще к этому Относится А Безвидна И пуста Переводится По церковно Славянский Как невидимо и неустроено Вот неустроено, мне понятно Земля неустроена Нет там ничего того, чтобы мы жили с вами Ни кислорода нет, ни воздуха, какого нужно Ни азота в нужных количествах Ничего нет, ни зелени нет, ничего, еще света нет Тьма над бездной написана И Дух Божий носился над водою А вот что такое невидимо, это было сложно рассказать Очень сложно было рассказать Но Господь даровал мне Через мои старые еще познания в геологии В учебе Раскрыть это Через строение Солнечной системы Я начал смотреть, как другие планеты построены И вдруг увидел, что есть какая-то последовательность в их строении Вот какая Земля была И последовательность в строении То есть, допустим, Меркурий, он горячий весь Горячий Около Солнца, потому что нагревается Он небольшой такой То есть, Земля небольшая сначала была Это про ядро идет разговор Потом Венера Венера, она вулканическая деятельность Кислотные дожди Парниковый эффект 462 градуса Это температура средняя Высшая до 900 градусов 900 атмосфер давления 900 атмосфер 900, да? Как на 90 километровой На 900 километровой глубине 90 атмосфер давления 90 В 90 раз больше, чем у нас на Земле Вот такая вот она Была такая Земля Конечно, было магматическое образование Откуда тогда базальты и так далее Потом дальше Юпитер Юпитер, газовый гигант Сатурн, газовый гигант Что такое газовый гигант? То, что мы видим на небосклоне Юпитер Это все вместе с его атмосферой Самого Юпитера мы не видим Почему? Он состоит из жидкого водорода А атмосфера состоит у него из водорода Все это сотни тысяч километров До сотни, больше даже Сотни тысяч километров Земля у нас, надо сказать Это всего Ее диаметр Ее радиус 6200 километров 6200 всего Радиус Земли Если брать с атмосферы Атмосфера до 10 тысяч Километров доходит у нас Атмосфера То есть расстояние от Земли Которое можно назвать атмосферой Последнее там это тропосфера Экзосфера Там уже начинается космическое пространство Ну так далее Но все еще есть влияние Влияние на Землю Почему? Магнитное поле Земли Электромагнитное поле Земли Простирается на расстоянии 10 тысяч километров от нас Называется электромагнитная индукция Оно нас защищает от излучения различия И радиации А также от водородов От плазмы Что является водородом Четвертой стадией водорода Это плазма Мы не понимаем что это такое Но это энергия Непонятно в жидком или в каком виде она Плазма Но она вот отрывается прямо И летит на нас В виде вот какой-то энергии Она бы сожгла всю Землю Если бы Если бы не электромагнитное излучение Что является твердью Оно конкретно вот эти частицы Отражает Оно немного прогибается Электромагнитное поле И потом это все отражается И уходит вот так Мимо Земли А для того чтобы Землю Она на Землю не попала 10 тысяч километров Все таки много То электромагнитное поле Оно как кокон Обтекает Землю И его еще Вот эти вот Его края Они более Ну такие получается Ослабленные Они поддаются Но до Земли еще остается Огромное количество километров Сотни Тысяч километров Поэтому оно так обтекает И за Землю уходит Это все вот эти Радиация Плазма И так далее Вот так Господь хранит Землю Ничего этого конечно не знали Святые мужи Но кое-что они уже говорили Они говорили о Любовных связях Между всем тем Что сотворил Господь А сотворил Он все это Из первых юпических вселенной Или из пылиных вселенной Интересно? И устройство без света Было невозможно А для того чтобы Постоянно все это работало Были Господом Созданы светила А вначале Бог сотворил свет Без всяких светил Но перед этим Тоже был свет Почему? Считается что Когда Господь Сотворил небо И землю Вот слово Сотворил небо Не просто небо наше То что мы видим над собой Там и дальше Там эти экзосферы Тропосферы Сотворил небо небес И третье небо И небесный Иерусалим То есть Господь уже все сотворил И возможно в этот момент Сотворены были ангелы Ну может быть это следующий Был этот Но И от этого неба Духовного Был некий свет Некий свет Который позволил Обрести нужное Для того чтобы Господь Начал творить Землю там И так далее Дальше все это продолжать творить И вот этот свет Господь выпускает Он сказал Да будет свет И вот стал свет Стал свет Немножко по другому Все это То есть этот свет выпускается Который там На небесах Духовный И он вдруг начинает Светить материально И это дает толчок К дальнейшему К дальнейшему строению Устроению земли А земля была такая же Как Юпитер То есть водородная Ее не было видно Водород Бесцветный газ Написано Понятно? А земля была Безвидна И пуста Безвидна То есть безвидна Вида никакого нет Как и у Юпитера И у него нет вида Газ Газ Жидкий газ И говорят что Ядро его Это металлический газ Что это такое Никто не знает Его еще На земле не смогли В лабораторных условиях Создать Называется Металлический водород Все это в теории Только уравнения Одни Я вам рассказываю Заранее уже Что Чего достигла Наша наука А земля была Безвидна и пуста Слово пуста Как ты понимаешь? Ну то есть Ничего не было На ней Да Ты как понимаешь? Ну то же самое Только там Как говорится Дух носился над водой То есть вода была Вода была Конкретно вода А если допустим Если святым мужам Допустим Моисею Начал Дух Святой Объяснять Не совсем над водой Моисей Ты это понимаешь? Это водород Водород Как переводится водород? Рождающий воду Рождающий воду Откуда ты знаешь? Мы это проходили По химии Молодец Рождающий Не вода рождает его А он рождает воду И это правда При некоторых Называется электролиз Он выделяет воду Водород Причем в огромных количествах И хоть сколько Водорода много очень Вся вселенная состоит из водорода Он у нас Почему? Потому что он В первой таблице Менделеева Один атом Все Ничего нету Но горючий Очень То есть ему нужно только Электричество А электричество это свет Без света нет электричества И идут преобразования И становится вода Бам Одним мгновением Понятно? И теперь мы видим Что без цвета Земля бесцветная Она не устроена И пуста Слово пуста Неправильно ты Произносишь Какой Отлично Молодец Это не пустыня Это форма Форма Пуста Это просто форма Вот газ Он показывает форму Как сейчас Юпитер Показывает форму А земля А земля Это то что Твердое Понятно? Заранее Заранее Железо И так далее Вокруг нарастают Вот эти вот Ну там Господь это умеет Как делать Нарастает И жидкая Мантия Потом Мантия Гелевая Такая Она не жидкая Ну такая Пол Как сказать Такая Как Пластик Такой Или Как гель Вот такая Вот она А потом уже Там другие Внешние Там Эти идут Оболочки Внутренние Оболочки И конечный Там базальт И метаморфические Осадочные породы Причем Заметьте Под морями Слой базальта Всего лишь 15 километров 15 От 5 До 15 километров Слой базальта А где суша Там слой базальта До 50 километров Как так Деваться некуда Так просто есть Там где моря Вот это все Там слой Вот такой Маленький Базальта А где Нету морей Где суша Вот такой Почему Ну надо было Держать Сушу Море там Легче держать Суша Тяжелее Вода Все таки Легче чем Камень И поэтому Там больше Слой И прям идет Переход Вот такой Вот допустим Море идет И вот 15 километров От базальта А вот начинается Суша Горы И раз Увеличивается В 2-3 раза В 2-3 раза Слой базальта Держит И все это На подвижной Литосфере Называется Литосфера Ну как магма Только еще Твердее Магма Она хорошо Течет еще А это твердее И вот Когда образуются Разломы У нас Тектонические плиты У нас все Подвижное Все это Плавает На внешней Внутренней Мантии Называется Даже на внешней Потому что Есть еще Внутренняя Мантия Она еще Более тверже Вот так И вот такими Слоями Все идет У нас до Эти 6 тысяч Радиус Эти 6 тысяч Или 12 Возьмем Километров Тогда с половиной Диаметр Начиная Центром И по радиусу Начинаем Смотреть И вот там Это 1250 километров Это ядро Потом там 2000 Вот это Оболочка Которая идет Вокруг ядра Вот эта Мантия Жидкая В жидком составе Потом дальше Выше Там уже идет Поменьше И в конечном итоге Вот этот базальтовый слой Совсем небольшой И так далее Вот мы с вами Вот И теперь я хотел бы Чтобы вы нарисовали Здесь картину Я нарисовал Картину строения Земли Ну Приблизительно А вы мне нарисуйте Строенную картину Как все это происходило Давайте еще раз Давайте все-таки Добьемся этого Настал вечер Ученики В лодке И отплыли На расстояние К Капернауму Они поплыли И вот они проплыли Двадцать пять Или тридцать стадий Ну пускай тридцать Будет стадий Чтоб легче считать Было И они увидели Господа Который приближался К земле И так Плывут Капернаум На ту сторону Вот тридцать стадий Хватит Чтоб до середины До середины Галилейского озера Доплыть или нет Чтоб Господь прислал К какому берегу Господь пристал Как нам чудо увидеть Открывайте Телефоны Стадия Сколько стадии Давайте набирайте Научу вас жизнь любить То вы вообще уже Обнаглели Слушайте Всякую Ерунду А то что надо Библию слушать Не слушайте Бананы В уши повтыкайте Как глухие аспиды Про вас Библия пишет Что не библейские слова Слушайте И непонятно что И все ваши знания Оказывается понадобились Сейчас Когда мы начали Разбирать творение Неба и земли А люди Которые уже давно Школу прошли Они понятия не имеют О водороде Первое Что Рахиле не понравилось Она закричала Зачем мне твой водород Прям Очень сильно Это возмутило Женщину Вас ничего не возмутило Когда я рассказывал Сейчас Ничего не смутило Ничего порочного Я не говорил Вы понимаете Какие С кем приходится Рядом нам Жить Это верующий человек И ей надо ответить правильно Давай Тут много Ну давай Размерений Вавионская 194 метра Греческая 178 метров Отеческая 177,6 метров Египетская 172,5 метров Ну какое ты выберешь? 170 Лучше выбрать египетскую Потому что это Мне так ближе Так что 172,5 метров А что тебе ближе Египетская Мол А ты думаешь Какой век был? Какой век Это шел? Кто был Кто управлял Провинцией Иудеи? Рим 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 Тогда я сейчас Римскую еще посмотрю 185 метров Может быть римская Ну давайте лучше Рим Мы теперь давай На 30 умножаем На 30 умножай По калькулятору Вы же так не умножите Не даст вам Господь Умножить так Да? Ну 5,550 Что такое 5,550 Ну 5 километров где-то Почему? Где-то 5,5 километров 5,5 километров 5,5 километров 5,5 километров Начинаем картину вырисовывать? Ну вот я примерно Прохожу Когда гуляю по лесу Могу пройти Километров 5 Вполне Так что мне Это вот Можно даже вот просто Встать на железной дороге У нас она получается Немножко так вот Под уклоны идет Открываем море Галилейское Размеры Галилейского моря 5 километров Это уже вот Все Уже начинает земля Загибаться И там уже за горизонтом Можно ничего не мыть Нет Нет Нужно Чтобы Если по прямой Там Если ты метр восемьдесят То ты будешь видеть До шести километров Пятьдесят три километра Пятьдесят три километра Тридцать три мили Тридцать три мили Ширина его, да? Да Карту географическую Открой Где Капернаум И где они были Они были в стране Годоринской На другой стороне Видишь как она Оказывается Там все есть Вы все знаете У вас есть телефоны Только надо смотреть Вовремя все Итак Кто где картину Будет рисовать Давайте Нарисуйте картину Мне Молодежь Нарисуйте картину Обрисуйте Как все происходило Чтоб я сказал Чудо Вот до этого Мы прочитали Стадии Сейчас открываем Что Галилейское море Оно не Не это самое Не Это Лягушачье болото Ну Пятьдесят Километров Много или мало? Много Много Если бы Читали Иудейскую войну Иосифа Влавия Вы бы поняли Как тяжело Римлянам удалось Захват этого Галилейского моря Сколько там погибло Римлян много погибло Там несколько Несколько Десятков человек Римлян И Сколько погибло Иудеев Как думаешь Сколько там Иудеев погибло Когда они захватывали Галилейское море Там же скалы есть Потому что Свиньи бросились Крутизной написано Было не так просто Их поймать Галилеян Они организовали Свой флот У них Лодок было много И они С одного берега На другой Носились Пока Полностью В 72-м Годов Не было предпринято Специальная экспедиция Водная Будем говорить Море Престное Озеро Были построены Плоты Были построены Корабли Небольшие Были туда Катапульты Затащены Различные Другие Боевые Машины И римляне Начали методично Отлавливать И истреблять Галилеян Которые Прятались На этом озере Их было 15 тысяч человек Ну и что? Ну Нашел карту Ну и что там? Капернаум видно? Да Он прямо на берегу Или чуть-чуть В глубине Немножко? Ну Не совсем на берегу Не совсем Да Правильно Совершенно верно А почему? Думаешь Да скалы там были Скалы Скалы Не построить Город было Неудобно А там поток был Поток Поток Ну Ручей Хорошие Там Горы И поэтому Стекала вода Вода там была Вода была Поэтому Пили воду Не из озера А из потока Вот и все Рисуем картину Интереснее становится Они были на том берегу Ну и что? Рисуем дальше Скалистые Обрывистые берега Есть Где равнина Пляжи там И так далее И вот они отплывают С той стороны Господь Так делает Попускает плывить И они должны были Его искать И они Видят его Нету Они думают Что он ушел Ушел по берегу И пошел В Капернаум Сколько это ему Надо было идти? Ну пускай Чтобы по дуге Там обойти Не совсем напротив Пускай чуть В стороне Там будет Ну километров Наверное 25 ему надо было Пройти Он должен был Он должен был быть С той стороны Он никак не мог быть Здесь же Как они отплыли Они отплыли Всего 5,5 километров И видит Кто-то идет По воде А он решил Пойти по воде В Капернаум Вот как они плывут Так он решил Пойти по воде Там короче Просто путь срезать Вот и все Почему он шел Но Господь Все промыслительно Действует Они Он пошел Отсюда С берега где-то А они отсюда Выплыли Понятно? 5,5 километров Далековато И там Волнение Все это началось Лодку не могло Быстро прибить К берегу Не могло Ее бы там носило Таскало По волнам Там где-то бы Затаскало Потому что уже От берега Они отплыли Прилива там нету Течений каких-то Основных Нету там Как таковых Вот Куда подул Ветер туда И все это И вот это все происходит Все На расстоянии И вдруг Когда Все это случается Они испугались И вдруг Резко Раз И они окажутся Уже на берегу Это не могло быть Просто так Они понимали Прекрасно И там волнение И там Просто так Ты не доплывешь Эти 5,5 километров На веслах Попробуй Проплыви Какой среднем Среднем Лодка На веслах Может идти Сколько Километров Сколько узлов Там называют Они Приблизительно Ну сколько Думаете Разогнаться Можно На мускульной силе Узлов 8 А? Узлов 8 8 Вряд ли Вряд ли Если это Галеры Галеры Потому что Они одновременно И все Гребут А если Поменьше Я думаю Узлов 5 Не больше Они Шли То есть Где-то Ну 2 3 Километра Парус Что им Только Мешает Ну Если Парус По ветру Поставить То конечно Неплохо Но Да Мы же Не знаем Там На Беслах Они шли Или на Парусе Тоже Непонятно Но Вот Они Только Отплыли Поплыли И тут Началось Волнение Тут Парус Снимай Потому что Тебя Перевернет Просто Начнет Туда Сюда Им Надо Конкретно Туда Хотя Чтобы Не Опрокинулась Лодка Потому что Волнение Было Сильное Вот Такая Картина Вырисовывается Все Было Сложно Господь Все Утишил По Морю Зашел В лодку Он не Зашел Не написано Что он Зашел Но Они Раз Вдруг Оказались Около Берега Чудо Несомненное Чудо Как Они Не задавали Вопросов Или еще Что-то Я не Понимаю Но Это Просто Господь Их Останавливал Духом Святым Чтобы Христос Это Бог Ну потому что Иначе Никак Это Объяснить Нельзя Мы с вами Обрисовали Сейчас Картину Все До конца Что можно Ну может быть Еще что-то Можно Отсюда Взять Для обрисования Этой картины Чтобы понять Чудо В чем дело И давайте Как это все Закончилось Глядите Но Он сказал Это я Не бойтесь Они хотели Принять его В лодку То есть Они не успели Даже принять его И тот Сейчас Лодка Пристала К берегу Куда Плыли Ой Куда Плыли То есть Они К Капернауму Еще Пристали То есть Пять с половиной Километров Они отплыли Им еще Сорок пять Пилить Даже Больше Ну если Напротив Ну пускай Поменьше Ладно Мы решили Поменьше Пускай Им еще Плыть Там Ну Тридцать Километров Даже Тридцать И вдруг Они пристали К берегу Голова Закружится С какой Скоростью Они прилетели Тридцать Километров В секунду В мгновение Это Много Это Сейчас Скажу Вторая Космическая Скорость У нас Одиннадцать И девять десятых По-моему Одиннадцати Семь Километров Вторая Космическая Скорость А третья Космическая Скорость Вообще Там Где-то Под Двадцать Километров В секунду С какой Космической Скоростью Они полетели С четвертой Какой-то Космической Скоростью Полетели Они Тридцать Километров В мгновение Раз И уже Пристали Голова Должна Быть Закружиться Что-то Должно С клетками Было С атомами Произойти Ну Так Было Вот Написано Интересно Вас Забрали Чего У нас Брать Сколько Прошло Времени И Чего-то Никого Больше Нет Никто Не Пришел Надо Все Ну И На этом Мы И Закончим С вами Слава Господу Нашел Вопросов Нет Все Час Прошел Предположительно Дайте записать Пожалуйста А Ручки Нет Сейчас Сейчас У меня Есть Ручка Я привык Что Ты Всегда Даришь Ручка Так Это Значит 22 26 Все Так Кто у нас Активный Участник Нестор Помолится Достойно Есть Якова Истину Ложить Тетя Богородицу Присноблаженную И пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувим И Славнейшую Без сравнения Серафим Без искления Бога Слова Ручшую Сущую Богородицу Тя Величаем Благодарим Тебя Господи За прошедшие Занятия За то Что Дал нам Собраться И Разобрать Слово Данное Тобой Помоги нам Господи Углубиться В Него И Понести Его В мир Распусти нас Мир Тебя слава За все Отец Сын И Дух Святой Аминь Аминь Да и то Что брат Находил Все это Я заранее Знал Все это Какие ответы У него будут И так далее Поэтому Дерзайте Трудитесь География История И Сам Господь Бог Со всем Творением Своим Вам в помощь Аминь 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 Аминь